Стопа Нужно выполнять простые рекомендации по физической нагрузке, а также по выбору правильной обуви. Какие критерии мы обычно ставим во главу угла? Фасон, цвет, цену, размер и часто уже в последнюю очередь комфортность. Между тем, неудачная обувь может привести к очень серьезным проблемам. Я хочу сказать, что мы с молодостью и не бережем ножки. Ходим на высоких каблуках. Чем выше каблук, тем будет стройнее, красивее кажется фигура. Но потом нет, все это проходит, начинается боли, начинается деформация, и приходим мы в ортопедический салон. Здесь, слава богу, нам помогают. Нина Степановна каждый год обращается за помощью в ортопедический салон, поскольку индивидуально шитая обувь позволяет ей решить многочисленные проблемы. Ортопедический салон помогает в том плане, что не натираются мозоли, усталости нет в ногах и болей. Потому что у меня ревматоидный артрит еще, это усугубляет еще, мало того, что плоскостопие, еще и ревматоидный артрит, это коленки больные. Они, так сказать, тоже, в общем-то, страдают, если им не помогать ортопедической обувью. Нина Степановна, расскажите мне, пожалуйста, насколько комфортно вам было обувь, которую вы делали в прошлом году у нас? Вообще, у вас мне нравится обувь, она очень комфортная, единственное, только как бы громоздкая все-таки, но легкая, и очень удобная, сравнивая, никаких... А как часто у вас возникают отеки? У меня отеков не бывает. Диабетом вы не страдаете сахаром, да? У вас только идет плоскостопия? У меня плоскостопия, у меня ревматоидный артрит, у меня... Блит в штатчике. Да, это на касках не болят. Ну, так, может быть, имеет смысл, чтобы обувь побольше была? Нет, не надо. Не нужно. То есть делаем все по вашим контурам, да? Да. Стелечка, которая была у вас в обуви, насколько вам комфортно было в этой стельке? Хорошо. Хорошо? Да, комфортно. Ногам легче после того, как ходите в стельках в наших? Конечно, конечно. Все, тогда давайте мы сейчас еще раз в этом году сделаем абрисы, сравним их с прошлогодними. Да, хорошо. Врач производит подробные измерения абриса стопы, сравнивая их с прошлогодними показателями. Дальше по этим размерам будет сделана индивидуальная колодка и сшита удобная обувь. Как правило, да, с возрастом, в связи с нагрузок в течение жизни, да, или ношение обуви на высоком каблуке. Да, увы, сейчас я себе не могу это позволить. Размеры немножечко меняются. Ну, на плоском каблучке, на маленьком, вот, допустим, даже 3 сантиметра, это уже вот, не, 4 сантиметра высота каблука должна быть у меня. Вот, я себе тогда комфортно чувствую. Норма не выше 4. Ну, вот 4, вот, у меня вот в прошлом году... Пальчики поднимите, пожалуйста. Норма не выше 4 сантиметров. Да. Ниже уже все у меня начинает болеть. И выше, соответственно, у меня коленки, у меня уже это, колени. Правильно, потому что выше идет перераспределение нагрузки, нагрузка идет больше на плесневые кости. В результате чего и получается вот эта деформация, которая у вас. Да. И у очень многих женщин тут такая проблема. У меня же колени в основном пострадали от ремотоидной артриты, поэтому именно у меня на колени еще нагрузка идет. Но тут еще за счет, вы понимаете, как проблемы с плоской стопой, если у вас есть вальгусная деформация пяточки, то тут еще проблема в коленях может возникать за счет превращательного момента. Мы посмотрим сейчас. Следствием продольного плоскостопия является опущение свода. Следствием поперечного плоскостопия всем известна вальгусная деформация, холевс вальгус. Мужчины это в основном тоже обращаются к нам с такой патологией комбинированной, то есть продольно-поперечного плоскостопия, это либо крупные мужчины, которые, ну, полные, да, с избыточным весом, да, либо мужчины, у которых на протяжении жизни работа была связана с физическим нагрузками, с тяжелым производством, да. И все-таки женщины больше подвержены этой патологии в связи с ношением туфель на высоких шпильках или модной платформе. С увеличением высоты каблука центр тяжести тела падает на подошву. Таким образом, вес тела почти полностью приходится на головки плюсневых костей и плюснефаланговые суставы, которые на такое просто не рассчитаны. Они должны распределяться равномерно. Это пятка, это головки первой и пятой плюсневых костей, да, и функционально помогают пальчики. У женщин в результате перераспределения с пятки на головки плюсневых костей, они в виде арки. Вот в результате нагрузки и ослабевания вот всех и связок, и мышц, да, это сот уплощается, и косточки проседают. В результате перераспределения нагрузки появляется угол наклона между плюсневой костью и фалангой левого пальца. Он выступает и внешне выглядит как выросшая косточка, что очень огорчает женщин. Если в молодости все перегрузки компенсируются мышечным тонусом и физической активностью, то с возрастом в опорно-двигательном аппарате происходит изменение на тканевом уровне. Мышцы и связки ослабевают, стопа деформируется. Вот здесь мы смотрим диагностику слева. Вальгусное отклонение здесь. У вас эта стопа кнаружи заваливается? Нет. Есть у вас вальгусное стояние пяток, отклонение небольшое. Будем корректировать стельками. Доктор, вот если не корректировать стельками стопу, то она будет прогрессировать и будет что у нас? Конечно, будет прогрессировать, отклонение пяточек будет увеличиваться. Все это будет передаваться на боли в голеностопном суставе и в коленном суставе. Поэтому корректировать нужно стельками. Спасибо. И тогда вы нам уже расскажете. Мы коррекцию немножко изменим. И потом, когда обувь получите, первые две недели нужно будет сообщить нам, насколько вам комфортно будет. Хорошо. Спасибо. Вначале снимается слепок подошвенных поверхностей, а далее стельки, которые делаются индивидуально для каждой стопы и позволяют корректировать возрастные изменения, а также поперечное и продольное плоскостопие. Это напрямую связано с функциональной недостаточностью стопы. То есть стопа, вот она имеет такое же количество мышц приблизительно, то, что и кисти. И все то, что мы видим по телевизору, люди там пишут ногами, это абсолютно не чудеса. Это может, в принципе, каждый человек, если будет разрабатывать мышцы стопы. Потому что вот это воплощение, оно большинство, и есть, конечно, патология и врождённая, вот, есть плоские стопы. Но это больше всего приобретённое в результате снижения тонуса, мышечного тонуса. Парадоксально, но и слишком низкий, отрицательный каблук может нанести ногам вред. В случае, когда пятка располагается ниже остальных частей подошвы, для выполнения шага в такой обуви требуется большое напряжение икроножной мышцы, что можно сравнить с подъёмом в гору. При ношении обуви с очень низким каблуком стопа находится в положении вытяжения. Подошвенный апоневроз перерастягивается, что приводит к судорогам стопы. Боли в области пятки, усиливающейся при нагрузке. Это уже наше наблюдение, что на фоне тех небольших рекомендаций и небольшого комплекса упражнений исчезает. У людей уходит клиника так называемой пяточной шпоры, да? Это тоже вопрос такой спорный, потому что это не что иное, как место прикрепления, плантарные связки. И в результате нарушения тонуса получается вот такая патологическая подвижность, которая растирает в месте прикрепления, появляется воспаление. И в результате, вот я же говорю, комплекса упражнений для стопы у людей уходят эти боли в области пятки. Да, люди забывают. То есть есть, допустим, традиционная какая-то методика лечения, да? Тем более их сейчас очень много, пяточных шпор. Но мы получаем эффект просто без медикаментоза, начием путём одной лечебной физкультуры. Профилактикой ослабления мышечного тонуса врачи настоятельно рекомендуют заниматься ежедневно ещё в молодости. Однако, даже при возникновении определённых проблем в зрелом возрасте, простые физиотерапевтические процедуры и физкультура для стоп окажут своё действие. Вообще мы рекомендуем начинать, допустим, утром-вечером тёплые ванны по 10-15 минут. То есть температура воды где-то 30-40 градусов. Потом такой массаж пальчиков делать небольшой, самомассаж пальцев и немножко как бы их вытягивать. Потом начинать гимнастику именно пальцами. То есть сгибать-разгибать их, сгибать-разгибать. Потом сгибать-разгибать пальчики уже, допустим, на какой-то такой вот плотной поверхности, типа поролона, то есть чтобы была небольшая нагрузка уже, да? То есть с нагрузочкой с такой на поролон, сжимать-разжимать пальчики. Массажные приспособления, коврики и подушки могут с успехом заменить полезные для стопы прогулки по песку или морской гальке Ещё одно упражнение – подошвенное сгибание с помощью мышц голени Поднимаясь на носки, производим максимальное разгибание в голеностопном суставе Одним из простых упражнений – это, допустим, пальцами стопы пытаться поднять карандаш с пола Поднять, зафиксировать, опустить, поднять, зафиксировать, опустить Можно пытаться мять газету пальчиками стопы, пытаться её скомкать Можно упражнение на какой-нибудь относительно упругой поверхности с возможностью нагрузки на пальцы Сжимать, разжимать их тоже это можно Можно делать упражнение напряжения мышц свода Но, как правило, когда людям объясняешь, что пальцы при этом не должны двигаться Это вот тоже одно из упражнений таких Сначала, когда люди не могут понять, чего мы хотим от них добиться, это проблема Но когда понимают, они потом даже говорят, ну классное упражнение, хорошее Напрягать мышцы свода стопы, расслабить, напрячь, расслабить, напрягать, расслабить И потом, допустим, напрячь, и в этом это такие статические упражнения Есть динамические и статические упражнения Это вот динамическое напрячь, расслабить, а статическое напрячь И побыть в этом положении на секунд 20, потом расслабить Это очень простое упражнение, и время не уходит Ну, как правило, вот люди говорят, ну 10-15 минут Чтобы сохранить здоровье ног до преклонного возраста Для ежедневного ношения нужно выбирать только правильную обувь Специалисты выдвигают несколько критериев в ее подборе Прежде всего, обувь должна быть комфортной Обязательно на широком каблуке высотой от 1,5 до 4 см Шитая из мягкого, пропускающего воздух материала Обувь с хорошим супинатором должна поддерживать ногу И быть достаточно просторной, чтобы пальцы стопы располагались свободно Это исключит натирание и убережет от нарушения кровообращения Деформации ногтей, отеков, воспаления вен и суставов В прошлом году я сделала вот такую же модельку Вот, только вот сейчас, видите, сделаем вот такую, как здесь А то у меня очень грубый получается Под носочек, да? Да, на 4 см высота каблука обязательно Вот, а так мне очень нравится модель Потому что здесь, смотрите, шнуровка Можно, значит... Объем Да, объем И чтобы для быстроты оно сразу застеглится Так хорошо Очень удобная модель, да С примерочкой, да, делаем? Да, да, конечно На этот раз примерочка Чтобы не было мучительно И вторая, вот эта модель, да? Да, да, и вторая, вот эта модель тоже Если она, конечно, такая бы изящная вещь и получилась в результате Ну, совсем хорошо Ну, мы напишем эту лодочку, чтобы такую сделать Да, да, и цвет вот этот, да? Цвет, да На пряжки делаем? На пряжки, да А то я все время на липучки, на липучки делаю Сделаем один раз на пряжечки У меня еще и те, кстати, очень хорошо Я в Коктебель езжу, там так в море ходить, так очень удобно Пришел на пляж Эти липучки отстегнул И получается очень хорошо Летний будем делать на полуразмеры, больше на размер? Давайте на полуразмеры Это все для примерочки? Да Я по натуре вообще оптимистичный человек И очень-очень активный Поэтому я люблю театр Люблю вернисажи Также хочется, конечно, на выставке обязательно Если в театр он пришел и сел, то на выставке уже нужно ходить И на экскурсию куда-нибудь съездить И для того, чтобы, в общем-то, при посещении всяких мероприятий Комфортно себя чувствовать Мне нужна высота каблука не больше и не меньше 4 сантиметра 3,5-4 сантиметра высота каблука должна быть Не должно быть зауженный носок Потому что она еще больше будет формироваться тогда И чтобы нагасить, что... Вот, конечно, я и ортопедической обувью пользуюсь Но в то же время пользуюсь и обычной Тогда, когда хочется выйти куда-то Ясное дело, что ортопедическая, она все-таки немножко громоздкая А хочется все-таки выглядеть Как раз для подобных случаев у отечественных дизайнеров зародилась идея Сделать анатомическую стельку Которую можно вставить в туфли на высоком каблуке Сделать это сложно, поскольку биомеханика ходьбы на высоком каблуке далеко не физиологична Однако создателям удалось найти те пропорции, при которых обувь хорошо прилегает и равномерно распределяет нагрузку на подошву Теперь женщины элегантного возраста также могут себе позволить изящную классическую обувь Правда, красивые туфли на шпильке стоит приберечь для особого случая и носить не более двух-трех часов подряд Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok